ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока мы здесь, в Соединённых Штатах, спорим о гендерных местоимениях и гадаем, почему деревянный брус 2 на 4 дюйма теперь стоит 9 долларов штука, в Европе разворачивается настоящая драма. Градус напряжённости между Украиной и Россией давно не был так высок. И у нас складывается впечатление, что некоторые политические элементы, в основном в демократической партии, но не только, хотели бы видеть войну в Европе. Что это и в какой степени это должно беспокоить нас? Большое внимание этой теме уделила Тулси Габбард, бывший конгрессмен от штата Гавайи. Большое спасибо, что пришли, госпожа конгрессмен. Спасибо, Теки. Этот конфликт движется к войне? Есть ли в правящей элите нашей страны те, кто желал бы этого? Как по-вашему? Дело движется в очень опасном направлении. И вопрос для американского народа звучит так. Готовы ли мы вступить в войну с Россией на стороне Украины? Нам надо понять, что такая война обойдётся нам дороже, чем мы можем себе представить. Потому что это не такая война, которая... Это будет происходить не с кем-то другим, где-то на другом конце мира. Нет, это напрямую скажется на мне, на вас, Токер, и на каждым из ваших зрителей, и на всех, кто нам дорог. Это война, это не игра. Это война, в которой не будет победителей. Потому что тысячи единиц ядерного оружия США нацелены на Россию. И у России есть тысячи единиц ядерного оружия, нацеленных на нас, и способных ударить по любому американскому городу менее чем за полчаса. А результатом этого для каждого из нас могут стать невероятные разрушения, смерть и страдания. Без преувеличения могут погибнуть сотни миллионов людей, умирать в страданиях, в виде как их кожа обгорает прямо на костях. Это нечто, что даже представить сложно. И это та цена, которую мы все заплатим. Чего ради нам вообще помышлять о войне с Россией? Искренний вопрос. Это то, чего нам не следует делать. Именно по этим причинам. Да. Если посмотреть на последствия ядерной войны, это на самом деле конец мира, того мира, который мы знаем. И наше руководство должно понимать, что последствия таковы, и отнестись к ним серьезно. Вот почему президенту Байдену, вместо того, чтобы и дальше усугублять напряженность и продолжать эту новую холодную войну между США и Россией, надо разрядить напряженность, снизить накал страстей и сосредоточиться на окончании этой новой холодной войны. Потому что, если он этого не сделает, вопрос будет уже не в том, вступим ли мы в войну с Россией, и закончится ли эта война ядерным холокостом, а лишь в том, когда это произойдет. И если мы не сойдем с того пути, по которому идем сейчас, все это может произойти гораздо раньше, чем кажется. Я просто поражен масштабом событий, которых мы все не замечаем, и даже те, кому платят деньги за освещение таких вещей, особенно эта тема. И я признателен вам за то, какую ясную и мудрую оценку вы дали происходящему. Это нечто ужасающее. Спасибо. С нами была Тулси Габбард из штата Гавайи. Мы вам признательны. Вам спасибо. Субтитры подогнал «Симон»